Субтитры создавал DimaTorzok Мы закрыты. Уходите, это не общественная библиотека. Макс, ты уверен, что мы пришли в нужное место? Лара дала мне именно этот адрес. Хм, мне это место совсем не по душе. Надо убираться отсюда. Чувствуешь, это не библиотека, это мавзолей. Хватит меня пугать, прошу тебя. Ты начинаешь говорить, как тетка Лары. И очевидно, что ты ни разу не был в по-настоящему старой библиотеке, раз тебе так кажется. Привет! Вы меня слышите? Прошу вас, уйдите! Иначе я вызову милицию! Простите, что мы вам помешали. Мне только нужно с вами поговорить. Делай, что хочешь. Если я тебе понадоблюсь, я буду в холле. Там не так сильно воняет плесенью. Как же здесь можно работать? Ты знаком с немногими библиотекарями, верно, Андре? Им нравятся подобные места. У него нездоровый вид. Должно быть, для него библиотека — это весь мир, и на солнце он редко бывает. Не хотел бы я так окончить свои дни. Вы знаете, что это не публичная библиотека? Моя фамилия Дюран, а... А парень, который с таким восхищением рассматривает вашу коллекцию, мой брат. Мне порекомендовала вас Лара Светлова. Лара умничка. Она далеко пойдет. Что ж, раз прислала вас, она добро пожаловать. Что я могу для вас сделать? Моя просьба может показаться вам несколько странной. Тогда вы обратились по адресу. Это довольно странная библиотека. Что за люди рисуют у себя на шее вот эти два символа и зачем? Позвольте взглянуть. Вот, пожалуйста. Это буквы Мэн и Вафф. Буквы арамейского или, если пожелаете, древнееврейского. Так это буквы из еврейского алфавита? Не совсем, мой друг. В современном иврите есть похожие символы, но те, которые нужны вам, встречаются только в документах столетней давности. А они что-то означают? Трудно сказать. Мэн, Вафф могут являться корнем или другой частью большого количества слов. Вы говорили, что кто-то сделал себе татуировку на шее в виде этих букв? Мне нужно поискать дополнительную информацию. И я даже знаю, с чего стоит начать. Но мне понадобится ваша помощь. Конечно. Что я должен сделать? Недавно к нам поступила тоненькая книжечка. И мне кажется, что нужный ответ мы сможем найти именно в ней. Но как же она называлась? Она поступила вместе с другими книгами на прошлой неделе. Только я не помню название. Голова моя дырявая. Я помню еще, как удивлялся по поводу него. В названии эти символы каким-то образом связывались с Северной Европой. Вам стоит заглянуть в книжный каталог в рабочем кабинете. Как я могу помочь? Новые книги располагаются на верхней полке в следующей комнате. Вы должны найти и принести ее. Я предпочитаю так высоко уже не залезать. Голова кружится, знаете ли. Конечно, я постараюсь ее принести. Ты можешь в это поверить? Эти книги бесценны. Ты о чем? Ты что, слепой? Видишь вон те два тома? Подожди, это Киплинг. Начало прошлого века. Дорогая вещь. Да она стоит пять, а может быть и шесть тысяч долларов. Надо бы здесь осмотреться. Не сейчас. Ну как? Нашел что-нибудь? Будем надеяться, что нам повезет. Хранитель библиотеки, возможно, поможет нам. Но сначала я должен принести ему одну книгу. И если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она. И будешь тверд в удаче и в несчастье, которым в сущности цена одна. Я всегда любил Киплинга. На твоем месте я бы не стал этого делать. Смотри, мы схватили лодку, вошли в ванную, убрали... Макс, будь осторожнее. Ты знаешь, насколько опасным может оказаться падение с такой высоты? Почему бы тебе не закрепить лестницу? Ну, судя по его описанию, возможно, это именно та книга. Посмотрю, что это за книга. Возможно, это она. Джон Кристофер Стюарт Социэта Скани Номер по каталогу С44-23-211 Выглядит многообещающе. Брать с собой тяжеленный каталог кажется немного непрактичным. Да, это та самая книга, о которой говорил библиотекарь. Надо отдать ее ему. Это она? Не знаю. Я так не думаю. Я состарюсь, пока найду. Пожалуйста, посмотрите внимательно. Это должно быть именно то, что нужно. Еврит не очень подходит к скандинавским странам. Но эта тонкая книга, одна из последних в каталоге. Покажите мне. Возможно, вы правы. Не позволяйте обвести себя вокруг пальца, друг мой. Ответы иногда скрываются там, где их меньше всего ожидаешь. Теперь мне потребуется некоторое время. И тишина. Прошу прощения, у меня срочный звонок. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Поверьте мне, Лара. Макс приготовил вам поистине божественный подарок. Сейчас ящик Пандоры закрыт, и вы не можете найти ключ. Но скоро все изменится. Как вы распорядитесь ключом? Вы его выбросите? Проклятая Пандора. Я просмотрела всю базу данных, но так ничего и не нашла. Возможно, я отыщу что-нибудь полезное дома в своих исторических книгах. Потом надо бы слегка отдохнуть в музейном садике и подышать свежим воздухом, чтобы собраться с мыслями. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует... Продолжение следует... ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Греческие боги, герои, монстры. С детства это любила. Ящик Пандоры. Греческий поэт Гесиот. Изначально ящик был создан Гефестом. Пандора получила его в подарок от Зевса. На самом деле это было средство отомстить роду человеческому. Когда Пандора открыла ящик, несмотря на увещевание Приметея и своего брата Эпиметея, на землю обрушились голод, нищета, болезни, печаль, злые помыслы и другие ужасные вещи. Единственное, что оставалось в ящике, была надежда. Любопытно. Ящик Пандоры якобы создан Гефестом. И человек, которого я ищу, каким-то образом связан с этим ящиком. Возможно, это новая зацепка? Мне очень жаль. Прошу прощения. Ничего страшного, моя дорогая. Они еще вернутся. Теперь это их дом, а домой рано или поздно возвращаются все. А что насчет вас? Вы далеко от дома? Почему бы вам не присесть ненадолго? Мой акцент. Вот почему вы спрашиваете, верно? Да, я далеко от дома. Очень далеко. Видите, они вас больше не боятся. Они знают, что вы со мной. Откуда же вы тогда? Я выросла в России, в Петербурге. А сейчас работаю здесь. В штаб-квартире Интерпола. Ага. Так вы работаете в полиции. Причем, возможно, следователем. Наверное, это тяжелый труд для молодой девушки, оказавшейся далеко от дома. Вам кажется, я одинока? Но почему? Это вовсе не так. Да, девочка, это так. В противном случае, с какой тебе радости ходить по этому парку и тратить время на разговоры с каким-то стариком? Вы выглядите устало. Вас что-то беспокоит? Неужели это так заметно? Нелегко скрывать свои истинные чувства. Вероятно, вы правы. Да, я пытаюсь найти одного человека, но на самом деле бегаю по замкнутому кругу. А почему вы разыскиваете его? Позвольте поинтересоваться. Если я его не найду, мой друг может оказаться в опасности. Я ищу того, чей знак «Ящик Пандоры». Это поможет вашему другу? Как это символично. Вы знаете, что осталось в ящике после того, как из него выпали все несчастья? Только одна вещь. Надежда. Интересно, конечно, но, боюсь, это мне не поможет. Вы можете посоветовать еще что-нибудь? Не теряйте надежду. Гефест создал ящик Пандоры для богов, и он тоже надеялся. Он надеялся, что боги примут его как равного, несмотря на его хромоту. Он был калекой? Я этого не знала. Это может мне помочь. Видите? Надежда умирает последней. Большое спасибо. Итак, Гефест сделал ящик Пандоры. Несмотря на свой недостаток, он старался угодить богам, но они все же с презрением смотрели на него. Понятно, Гефест не был обычным кузнецом, он был художником. Вот почему я не смогла найти его имя в базе данных. Это кто-то, кого не нанимали раньше для экспертизы произведений искусства. Надо сделать поиск по базе данных среди художников с физическими недостатками. Видишь, Лара, в конце концов, ты раскрыла тайну ящика Пандоры. Какую цену ты готова заплатить, чтобы заглянуть в него? Продолжение следует...